Я был дружен много лет с Римой Васильевной Марковой, народной артисткой, которая вообще всю свою жизнь, вот эту родину-мать, читала на всех сценах вообще советского и постсоветского пространства. Знаете, наверное, просто вот в наше сейчас время мужчины стали настолько слабыми, что сильным полом потихоньку становятся женщины. Этим обусловлено вот это огромное количество фильмов, которые выходят, где женщина с ружьем, женщина такой воин, там, и в горящую избу, и коня на скаку. Конечно, к этому можно относиться неоднозначно, но, как показывает практика, ну, и у меня среди знакомых таких сильных женщин очень много, в том числе Рима Васильевна Маркова, у которой не было женского счастья, понимаете как? Поэтому таким женщинам безумно трудно найти себе какого-то рядом человека, который бы соответствовал вот этой внутренней, просто внутреннему стержню внутренней силы. Да нет, ну почему? Почему? Это здорово, что русская женщина, она вот, она такая же и должна быть. Это же не сиськин дутые с губами. Русская женщина, это вот такая вот настоящая, такая, знаете, вот такая вот гром-баба. Ну, это испокон веков было. Просто, видимо, сейчас то время, та эпоха, когда оружие становится тем атрибутом, который отражает наш сегодняшний день. А это очень страшно. Очень страшно, что наши дети и внуки вырастут, помня, так сказать, из своего детства женщину с ружьем. В каком бы роде это ни показывалось. Фильмы там «Батальон» или ремейк «Зазорь здесь тихий». Я против оружия в принципе. И не надо это показывать, не надо это пропагандировать. Ну, если мы не говорим про какой-то исторический эпос, который должен отражать историю нашей страны. Спасибо. Спасибо. Спасибо.